Продолжение следует... Так, переключаемся на колесо и делаем его немножко побольше, опять же, заходя в геометрию, в сайз. Вот так. Что-то в таком духе. Теперь всё это дело вот так поднимем кверху. И немножко отведём вбок. Вот где-то в таком духе. Так, смотрим, что да как. Немножко, наверное, большевато будет. Чуть-чуть уменьшим. Вот так вот. Так, следом. Саптулы. И вот теперь поработаем, где у нас тут центральная часть. Так, сначала давайте стойки передвинем тоже. Вот так. Немножко их повернём. Ну и немножко уведём вот где-то вот так вот. Да, где-то так. Даже чуть-чуть ещё можно подтянуть. Вот так. Ну и вторую стойку центральную тоже вставляем, покручиваем. И немножко подгоняем. Так, немножко вот где-то вот сюда. Смотрим со всех ракурсов, чтобы всё именно попало туда, куда надо. Так, что у нас тут ещё? Всё, теперь у нас центральная часть идёт, колеса. Вот так её приподнимаем. Смотрим, что да как. И вот опять же сайзом. Это геометрия, это опять же сайз. Побольше делаем вот так. И корректируем где-то вот сюда вот так, подставляем по центру. Ну, в принципе, неплохо. Живенько. Так, Ctrl-Z. Так, что-то в таком духе получается. Следом можно будет добавить спицы диск отметить. Давайте сразу, наверное, отметим диск. Переключимся на колесо. Ставим Ctrl-I. Ставим маску именно в круг. Аккуратненько так всё подгадываем. Вот так вот. И делаем Ctrl-I. И немножко... И немножко всё это с помощью Skyl и симметрии X. Вот так вот выведем. Вот пусть будет типа в таком духе диск. Вот так вот. И можно ему сделать полюш, не снимая именно маски. Это деформация, это полюш. Всё. В принципе, колесо отмечено. Всё вроде бы нормально. Потом ещё можно стойки будет подкорректировать. Чуть ниже, наверное, опустить после объединения. Так. Теперь нашему колесу нужно сделать крыло. Так. Вот такое у нас колесо. Вот такой внешний вид. Делаем теперь давайте... А делаем мы, наверное, вот что. Делаем Append. Добавляем опять же Rigen. Переключаемся на него. Делаем ему теперь... Геометрии делаем ему Dynamesh. Прибавляем Ctrl-D. Ctrl-D. Вот так вот. Можно сайзом немножко уменьшить. Вот такая штука. Немножко с помощью MOV всё это дело растянуть. Вот так. Немножко вытянуть. Вот таким вот образом. Получается что-то в таком духе. И теперь... Так. Ctrl-Shift. И вот так всё это дело обрезать. Так. Уберём the lower. Где у нас тут X. И вот так всё это дело обрезаем. Делаем Ctrl-W, делаем Dynamesh. Так что у нас тут Dynamesh. Добавляем Ctrl-D, Ctrl-D. Можно ещё Ctrl-D добавить. И вот теперь что делаем. Заходим, делаем дубликат. И по прошлым видео всё опять же это дело вытягиваем. Вот так вот. Вот таким вот образом ставим прозрачность. Немножко это дело всё подсаживаем поглубже. Вот так. И с помощью вот этого всего плюснем. Вот что-то в таком духе. Ставим теперь вычитание. Переключаемся на первый Subtool. И делаем MerchDown. Вот так вот. И делаем теперь Dynamesh. Что-то пошло не так. Так, делаем Dynamesh. Ctrl-Z. D-Lower. И делаем Dynamesh. Так, всё вычелось. Теперь делаем Ctrl-D. Ctrl-D. И теперь заходим в деформацию. И можно всё это дело сделать Polish. Так. Вот получилось у нас вот такое вот крыло. Вот такая штука. И теперь всё это дело можно перекрутить. Подогнать вот сюда вот повыше колесу. И всё это дело вот так вот перекрутить. Вот так где-то. Чуть-чуть тут подкорректировать. поставить вверх, посмотреть, подкорректировать его вот так. Если оно сдвинулось, немножко отвести вот сюда подальше и немножко растянуть. Вот где-то в таком духе. Вот что-то такое получается. Теперь можно ещё немножко вот так это дело перетянуть. И немножко вот так вот где-то вот так поставить. Ничего так прикольно. Всё классно. Так, займёмся теперь, наверное, вот этой частью, именно, как, заднюю часть сейчас делаем. Это заходим, значит, делаем опять же геометрии. Пардон, делаем саптулы, делаем append, добавляем цилиндр. Вот именно цилиндр. И теперь делаем move геометрии. Переключаемся на цилиндр. И делаем геометрии dynamesh. Так, всё это дело хорошо получилось. Теперь всё это дело мы перекручиваем вот так вот. Заходим в size, уменьшаем его. И где-то вот так устанавливаем. Отодвигая это вот так вот вдаль. Чуть-чуть приподнять. Вот таким вот образом. Вот что-то в таком духе должно получиться. Что-то вот так вот. Ещё немножко подкорректируем. Можно немножко сплюснуть. Вот так вот. Но не больше. Так, следом добавляем вот сюда сидушку. Вот именно сюда. Сидушку, наверное, добавим опять же. Добавим. Ну, можно. Так, центральную, наверное, сейчас кинем ещё. Так, добавим, наверное, аппен, добавим. Добавим, добавим, наверное, сферу. Вот так переключимся. Опять же, делаем динамес. Теперь всё это сайзом, опять же, уменьшаем. Вот так. И с помощью мов вот сюда вот так вот подгоняем. Вот таким вот образом. И теперь немножко порежем. Только резать будем теперь трим курв вот этот. Так, этот режем вот так. Так, если симметрию, так симметрия не катить. Так, симметрии пока мы не работать, не получается. Надо будет её установить на симметрию потом. Ну и тут, так, пардонте. Ctrl-Shift. Вот так вот обрезаем. Режем вот в таком духе. Ну и можно теперь вот так вот раз. Ctrl-Shift. Задержка. Alt. И вот так всё это дело обрезать. Вот что-то в таком духе. Ну и немножко. Вот так. Всё прикольно. Всё классно. Ещё установим. И вот тут точно так же. Вот так обрежем. Немножко мов подкорректируем. Ctrl-W. Одна полигруппа. И делаем всему этому дайномеш. Так. Немножко вот так. Ну и можно ещё, наверное, что-то вот в таком духе сделать. Вот, вот теперь вроде сидушка. Вот такая штука. Вот так что-то получилось. Теперь ставим мов тополоджи. И немножко где-то как-то всё это дело надо подкорректировать. Вот эту вот приподнять. Вот эту заднюю часть тоже приподнять, эту чуть-чуть углубить. И вот так вот смоделируем именно вот эту часть. По-простенькому. Так. Теперь всё это дело выгладить шифтом можно. Сверху это всё выгладить где-то вот так вот. Вот такая штука. Вот. И теперь на заднее вот это вот колесо надо добавить опять же крыло. Так. Делаем он так. Сайз. Переключаемся на колесо. И делаем ему дубликат. Теперь всё это дело обрезаем. Вот так вот. Вроде классно. И немножко всё это дело вот так вот вытягиваем. Вот что-то в таком духе. Что-то вот так вот получается. Вроде прикольно. Вроде как и в мультфильме. Так. Вот так вот чуть-чуть ещё можно вытянуть. Ну и потом можно будет всё фары добавить. Так. Займёмся, наверное. Так. Всё вот так. Займёмся теперь рулём. И будем потом уже смотреть, что именно можно ещё сделать. Добавляем опять же аппен, добавляем. Даже не будем добавлять. Надо найти просто вот эту часть. С вилки. Вот эту. И сделать ей дубликат. Вот так. Теперь всё это дело с помощью MOV поднимаем. Одну часть маскируем. Ctrl W. И можно её удалить. Ctrl Shift. Её скрываем. И делаем геометрию Modified Apology. Так. Пардонте. Да. Modified Apology. Dell Hidden. Всё. И вот теперь с этой штукенцией можно моделировать именно ручку. Так. Вот так мы её вставим. Так. Вот так выводим. Ещё перекручиваем. И вот сюда вот так подставляем. Так. Чуть-чуть повыше. Вот таким вот образом. Теперь вот так вот можно замаскировать вот эту часть. А вот эту часть можно чуть-чуть развернуть и немножко вот так подогнать. Вот что-то в таком духе получается. Смотрим. Вроде прикольно. Вроде классно. Так. Чтоб не заморачиваться с добавлением. Просто маскируем вот эту часть. Делаем Ctrl I. И просто можно инфлаты нам её больше сделать. Потому что сильно большая она нам не нужна. Вот такая где-то штука пусть будет. Вот так вот. Вот такие вот дела. А эту часть можно немножко вот так под изгиб. И вот так кое-как, кое-где преобразить вот в такой вид. Так, что-то в таком духе. Теперь делаем мов. Делаем дубликат. Его выводим. И можно его вот так вот чуть-чуть покрутить и подставить как надо. Так, смотрим, что тут так стало. Вот таким вот образом. Так, ручки есть. Ну и можно вот здесь вот центральное добавить каких-нибудь частей тоже. Давайте опять же сделаем Subtool и сделаем... Так, наверное... А, теперь трубы добавим, а потом будет видно уже, что да как тут, да? Так, жмём Append, жмём Ring, делаем ему... Так, переключаемся на него, на этот Ring. И делаем геометрия Dynamesh. Так, делаем Ctrl-D. Вот так вот. Теперь Size уменьшаем. Делаем Move. Выводим, перекручиваем, выводим вот сюда. Вот так. Отставляем. Вот таким вот образом. И немножко перекручиваем. Вот что-то так, потом что-то так. И немножко вот так вот подставляем. Теперь немножко уменьшаем. И немножко выводим вот сюда. Так. Немножко делаем поворот чуть-чуть побольше. Вот такая штука, чтобы получилось. Ну и с помощью Move можно попробовать глубже посадить. Чуть-чуть, чуть-чуть вот так вот раз. Вот что-то в таком духе. Ну и попробуем вот так вот это всё дело обрезать. Так, делаем the lower. И вот так всё это дело ровненько обрезаем. Вот эту часть маскируем. Вот эту часть маскируем. Делаем Ctrl-E. И теперь с помощью Move вот так вот вытягиваем. Снимаем маску, делаем Dynamesh, делаем Ctrl-D, и теперь получается опять вот замаскируем. Вот где-то вот так. И получается её чуть-чуть вот так вот выкрутим. Чуть-чуть вытянем. Следом ещё можно вот так замаскировать. И вот так её вытянуть вот сюда вот так. Снимаем маску, делаем Dynamesh, делаем теперь опять же деформация in initialize, in flatten вот так вот переворачиваем. Немножко маскируем вот так, и с помощью Move вот так всё это дело можно постараться вывести. Вот таким вот образом. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Попробуем другим путём. Вот так её вытянем. Вот здесь вот так вот подогнём. Вот так. Всё прикольно. И опять же, in flatten. Вот так. И Ctrl-D. Вот так что-то получается. Вроде прикольно. Да, нормально. Теперь делаем всему этому Ctrl, и вот так всё это делаем. Так. Geometry, DeLow, всё забываем. И опять же, Ctrl, и вот так всё это делаем вторую трубу. Вот таким вот образом. Но её нужно сделать чуть-чуть, наверное, поменьше. Или можно, пускай такая же будет, в одну её выведем. Вот так вот. Вот что-то в таком духе. Так, теперь надо вот это всё отодвинуть. Именно чуть-чуть отодвинуть мов кресла. Вот так. Чуть-чуть ниже его даже посадить. И следом колесо и крыло. Так, вот так всё это дело уводим чуть дальше. И вот так вот ставим заднее крыло. Вот так, чуть даже выше его можно приподнять. Даже колесо надо ниже опустить. Вот где-то вот так его. Ну и теперь крыло тоже чуть-чуть пониже. Вот уже прикольно будет. А сидушку нужно от двигателя чуть вот так вот отвести. И немножко приплюснуть вот так вот. Потом пролепить, добавить какой-нибудь дизайн. Дизайн тут. Ну и выхлопную давайте добавим. Жмём Append. Добавляем опять же цилиндр. На него переключаемся. Делаем гекометрия дайна меш. Делаем сайз. Всё это дело уменьшаем. Подводим мов. Вот сюда вот так. Перекручиваем. Всё это дело вытягиваем. Ещё уменьшаем немножко. Вот так. И вот сюда подставляем. Вот так. И немножко вытягиваем. Вот такая штукенция. Теперь следом, что делаем? Ставим Control. Немножко маски. Вот так. Здесь маску Control Alt снимаем. Делаем Control I. И с помощью мов и гизма вот это всё вводим вглубь. Вот так. А трубу немножко вот эту обрежем. Вот так. Control. И вот так трубу можно здесь начекрыжить. Переворачиваем вот так. Кисть побольше. Драфсайз. И вот это дело всё подгоняем под выхлопную. Так. Не забываем, чтобы всё равно вид у них был раздельный. Вот так. На побольше драфсайз. Вот таким вот образом. А эту вот сюда как-то увести. Чтобы тут какой-то вот именно вот такой прикольный переплёт был. Вот. Вот теперь чётко смоется. Вот таким вот классным видом всё стало. Чуть-чуть вот это вот так вот, чтобы цилиндр не перекрывало. И вот эту часть мал-мал, чтобы потом можно было сделать так. Эту тоже немножко сплю с ним. И немножко по центру вот так вот всё это как-то подогнать. Более-менее симпатично, чтобы было. Чуть-чуть выгладить. Ну, вот уже движуха. Так, всем пока. В следующем видео ещё что-нибудь добавим. И уже будем этого мотоциклиста добавлять. Всё. Всем до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!